Украина якобы планировала массовые удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом пишет американское издание The Washington Post. В статье говорится, что украинская разведка планировала удары в глубоком российском тылу, и это вызвало беспокойство официальных лиц в Вашингтоне. В феврале, когда до первой годовщины вторжения России в Украину оставались считанные дни, официальные лица в Киеве, по версии журналистов, разрабатывали план атаки на Москву. Как пишет Washington Post, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров подготовиться к ударам 24 февраля всем, что есть в распоряжении ГУР. Якобы 13 февраля Буданов инструктировал одного из своих офицеров об операции в Новороссийске, и США в этот же день публично рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Россию. Новороссийск планировали атаковать с использованием тротила. И пока в Главном управлении разведки Украины разрабатывали операции, в Вашингтоне тайно наблюдали за тем, что именно готовит Киев. В Белом доме опасались агрессивного ответа Кремля. Незадолго до годовщины российского вторжения стало известно, что Киев отложил удары по Москве, потому что об этом попросили в Вашингтоне. Об этом говорилось в секретном докладе ЦРУ от 22 февраля. Документ ЦРУ, как и другие важные бумаги, попал в сеть с утечкой информации из Пентагона. Сведения выкладывал в интернет рядовой национальной гвардии из штата Массачусетс Джек Тейшейра. Кто именно вмешался в подготовку и почему украинцы согласились отказаться от ударов по Москве, в документах ЦРУ не раскрывалось. Вашингтон-Пост пишет, что в частных разговорах американские и европейские чиновники выражают свое восхищение главой украинской разведки Кириллом Будановым. И в то же время говорят, что его смелость иногда заставляет их нервничать. Мол, США сдерживают стремление Украины перенести боевые действия на территорию России. Некоторые американские чиновники считают, что атака по целям в России – это рискованные операции, особенно если речь идет о применении Украины американского оружия. Мол, в таком случае Владимир Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия. Украинская разведка планировала также нанести удар по самой боеспособной российской группировке ЧВК «Вагнер». Разрабатывали операцию по нападению на вагнеровцев в Мали. В этой африканской стране «Вагнер» работает на правительство и обучает военных. Эти силы, вероятно, причастны к массовым убийствам мирного населения, говорят сотрудничающие с ООН эксперты по правам человека. Из слитого документа Американского агентства по национальной безопасности неизвестно, на какой стадии находятся операции в Мали и получило ли Главное управление разведки Минобороны Украины разрешение на приведение их в действие. ГУР также разработала планы атак на российские силы в Сирии. Помочь в этом должны были курды. Якобы эту операцию остановил Зеленский. В то же время официальные лица в Вашингтоне и Европе сделали Украине замечание за операции в России. В частности, Зеленскому дали понять, что считают кого-то из украинских оперативников ответственными за ликвидацию Дарьи Дугиной. Это нападение на Западе расценили как провокацию, и оно могло привести к жесткому ответу со стороны России. Американские чиновники также беспокоены тем, что Пекин, вероятно, будет рассматривать атаки Украины по России как возможность представить НАТО агрессором, и из-за этого Китай может увеличить поддержку России. Официальной информации относительно достоверности таких версий стороны не озвучивали. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram каналы, чтобы первыми узнавать правду. Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш канал.